Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, и вы на моем канале о вязании. И в сегодняшнем видео у нас будет первый отчет по совместному проекту «Успеть до нового года 2». И в этом отчете я вам буду показывать свои продвижения за прошедшую неделю, так как первое видео мы выпускали, все выпускали в воскресенье, но я немножко опоздала и выпускала его во вторник. Я вам прикреплю подсказочку на это видео, если вам интересно, можете пройти и посмотреть. Там я презентовала свои, так сказать, процессы, которые я буду отвязывать в этом совместном проекте. И сейчас я вам буду как раз-таки показывать свои продвижения этих самых процессов. Некоторые продвинулись, некоторые не очень, поэтому предлагаю начинать. И первое, чем я могу перед вами похвастаться, это вот такая вот готовая работа, которая уже, так сказать, в пятнышку. Потому что один раз я разрешила своему молодому человеку походить в них по дому, и он уже во что-то наступил. Но ничего страшного, я вам вот так вот их покажу. Эти носочки я как раз-таки не показывала вам в том самом первом видео, но говорилось, что за кадром они у меня вяжутся. И тогда у меня был в работе второй носок, и я не стала обращать какое-то внимание на это, потому что закончился он у меня достаточно быстро. Это классические такие обычные носочки, связанные с знака Боха, в цвете хаки, с укрепленной красивой такой пяточкой. И с закрытием иголочкой. Попробовала впервые, но не впервые, думаю, в какой-то второй или третий раз закрытие иголочкой. Мне очень понравилось, как это смотрится на ноге, и теперь я буду почаще практиковать такой метод. Два отличных носочка на 42 размер, не слишком высокие. Носить как раз-таки на работу, потому что на работе достаточно холодно, и надо вот как раз-таки что-то такое тепленькое, шерстяное поддевать в обувь. Размер у моего молодого человека 42, и по расходу на эти носочки у меня ушло что-то в районе 50 граммов. То есть у меня остался еще клубочек 50 граммовый, и мне хватит на точно такие же еще одни носочки. Я не думаю, что это можно считать какой-то успеть до Нового года готовой работой, но это было в планах сделать как раз-таки в декабре, потому что носить их надо уже прямо сейчас. Следующее, не оставляя далеко носочную тематику, я хочу вам показать, что у меня готов еще вот такой вот носочек, который я закончила вчера вечером, и постирала, и вот заблокировала на блокаторе. Вот так вот он у меня выглядит. И это носочек из пряжи, которую вы еще не видели, потому что видео об этой пряже запланировано у меня как раз-таки с выходом на пятницу. Я вам расскажу сейчас в этом видео об этой пряже, чтобы не получилось такой путаницы, чтобы вы ждали пятницы, чтобы узнать, что же это такое. Я заказывала себе пряжу в магазине Дом Пряжи, это Bactus Socks Camel, насколько я помню, называется. Вот так вот выглядит этикеточка. И это у нас 100 граммов, 375 метров, состав 60%, состав 40% шерсть милиноса, 10% пух верблюда, 25% полиамид, 25% микрофибра, то есть полушет с добавлением верблюда. И пряжа мне очень понравилась, но один такой момент, который мне омрачил мое вязание, это то, что она очень странная. То есть на сайте не представлено, так как это стоковая пряжа, как я поняла, эта пряжа не показана, как она сложится в носочки. И посмотрите, какой очень странный носочек получается из нее. Хотя на камере он выглядит такой прям интересный. И я первый раз пыталась вывязывать пятку с тронкой, у меня все достаточно классно получилось. Тут тоже укрепленная пятка. И она немножко по-другому вяжется, нежели на предыдущих носках, которых я вам показывала. И обычное закрытие ленточная носочка. Мне понравилась эта пятка тем, что полосочки отлично ложатся и складывается впечатление, что здесь пятки как будто бы вообще нет. И что мне не понравилось, то что, возможно, это какая-то элитная носочная пряжа, без стока была. И на мотке, я думаю, иногда присутствует вот такой вот отделительный, так сказать, буквально несколько метров, желтый цвет, который никуда сюда не годится. Ну, кроме как вот этой вот полоса. Возможно, это был какой-то разделительный, как знаете, в пряжереге, в тех моточках, где мотки разделены ровно пополам, чтобы связать два одинаковых носка. Идеальный носок из этой пряжи для меня выглядел бы как? Так, если бы начало носка было вот так, и продолжалось вот как раз таки, и закончилось бы зеленым. Но я начала вязать сразу от мотка, и не знала, что здесь такие длинные секции, и они прям странно между собой сочетаются. То есть, смотрите, идет какой-то зеленый с голубым, потом песочный с синим, потом идет вообще полоса бежевая с крапинками такими. Голубой, рыжий, голубой, желтый, зеленый, голубой с песочным полосочкой, желтый, и потом начинает повторяться обратно вот этот вот узор. И я так поняла, мне очень повезло, что мне не пришлось много отматывать. То есть, у меня носок закончился, и я отмотала буквально вот такой вот клубочек, чтобы приступить на том же месте вязать второй носочек. Сейчас я вяжу второй. Вяжу я, кстати, на спицах два с половиной, и вот он у меня на такой стадии. То есть, я вот только вышла на вот эти вот полосы. И он у меня немножко по полосам зеленым будет пошире, чем тот носочек, но это не сильно заметно. То есть, у меня резинка закончилась не на зеленом, как там, а еще пару рядов лицевой глади зеленого я провязала. Что мне не понравилось в этой пряже? Ну, то, что вот рассветка так странно ложится, но это чисто мое какое-то субъективное мнение. Но вот это вот, это прям фу, что я вам сейчас покажу, как говорит моя подруга. Это прям фу. Я когда, я запуталась изначально, когда начала вязать. Потому что я начала отматывать, увидела, что здесь еще полосы белого зачем-то идут. Я думала, это вообще какая-то длинная секция, повторяющаяся. Что мне не хватит и у матка одного, чтобы связать две, ну, не две пары, а одну пару, два идеальных одинаковых носка. А потом я заметила такой момент, что все правильно. Просто на производстве случился вот такой вот момент, где они привязали нить. И получилось, что они задублировали вот эту полосу. Ладно, я, ну, ничего страшного, ну, узелок и узелок. А когда я заметила, что прям вот буквально чуть-чуть пониже, еще один узелок, меня это расстроило. Вот если честно, если там секции идут в разнобой, и если не будут повторяться те же самые секции, как в том носке, я не смогу связать два одинаковых носка. Я очень расстроюсь, потому что 390 рублей за один моток стоит эта пряжа. И лучше бы я взяла опал тогда уж, если вот так вот рассуждать. Но я пока не буду забивать какие-то себе грустные мысли. Вот тут я вижу, что дальше у нас пойдет опять желтый, зеленый, и голубой, и рыжий. Так что все у нас еще впереди. Эту секцию я отмотаю. И я даже не знаю, насколько она будет большая. Возможно, я даже ее применить никуда не смогу. То есть это прям буквально 5 граммов выкинутые на ветер будут. Но я не буду пока расстраиваться, пока у меня в работе этот носок. И я вам, кстати, хотела сказать о том, что я в ближайшее время, точнее завтра, сегодня у нас понедельник, я это видео выпущу сегодня же, то есть я его сейчас сниму и смонтирую. В понедельник я уезжаю в свой родной город, к своей маме и сестре, и беру с собой вязание. Там я снимать, возможно, буду только влог. И, ну, видео я уже приготовила для вас на следующую неделю, так что без видео вы не останетесь. Всю неделю будет выходить видео, там буквально через день, через два будет новое видео какое-либо. Выйдет и МК по шапке, и МК по худи, который вы так долго ждали. Я беру с собой вязание, но не все. И буду активно его там двигать, потому что времени двигать процессы там у меня намного больше, нежели здесь. То есть у меня здесь больше каких-то дел, не связанных с вязанием, чем когда я приезжаю домой к маме и сестре. Поэтому я надеюсь, что я возьму побольше каких-то процессов. Я возьму эти носочки, следующие носочки, которые я вам покажу, которые начала тоже в рамках, ну, на этой неделе. И еще по пути расскажу вам, какие процессы я буду брать с собой. И я предлагаю уже завершить тогда носочную тему последними носками, которые у меня на этой неделе вяжутся. Это носки в подарок на Новый год будут. Вот так вот они сейчас выглядят. Очень высокая у него такая достаточно пяточка. Но тут высокий подъем у ноги у человека. Это носки для отца моего молодого человека. И вяжутся они тоже из новой пряжи, которую вы еще не видели. Вяжутся они с укрепленной пяточкой. Очень красиво она выглядит. На ноге потом посмотрим, как смотрится. Вяжутся на 45 размер. И вяжутся из двух пряж, но это одинаковая пряжа, просто в разных расцветках. И вот так вот выглядит этикетка этой пряжи. Это на вид анали, 75% шерсть, 25% полиамид. Рекомендуемые спицы 3,5. Вяжу я на троечке. 100 граммов, 260 метров. И вот так вот выглядит моточек. И вот такой же моточек, только молочного цвета. И что мне очень понравилось, то что у этой пряжи идет идеальный переход от этого молочного в принтованную пряжу. То есть видно, что изначальное сырье, оно одинаковое. То есть цвет идеально совпадает. Возможно, вам это как-то странно передается, как тенями какими-то. Но для меня это, я прям не вижу даже никакой полосы перехода. Как будто бы так и должно быть, так оно и есть. И это выглядит как какой-то фабричный носок. Сейчас он, конечно, не заблокированный, ничего. Я только закончила делать убавки здесь. И вывязываю стопу. Вяжется на 45 размер. И я надеюсь, что у меня от этого мотка останется еще, ну, допустим, половинка. Ну, половинка у меня, наверное, не останется. Останется граммов 40. И я смогу связать еще носки на 42 размер для моего молодого человека. И мне кажется, это было бы вообще классно. Либо свяжу на 42 размер для своего папы. Такие же носочки будут как такой внегласный фэмили лук, который не пересекется, конечно, никогда друг с другом. Но почему бы и нет. Резиночка тут 2х2. И резиночку, кстати, пряжа отлично держит. Если я вам не сказала, я вяжу на спицах номер 3. Но я вроде сказала. Но повторение мать учения. И с носочками мы с вами завершили. Что я еще двигала на этой неделе? На этой прошедшей неделе. Что я вяжу себе из Нака Париж пулловер по фотографии из Традивариуса. То есть по ассортименту с этого магазина. И сейчас я вам попытаюсь показать. У меня уже готов перед и вяжется сейчас спинка. То есть вот так вот у меня выглядит сейчас перед. И это не окончательный вырез. То есть тут еще будет очень много надвязываться обработки. И сейчас я вам покажу, на каком моменте мы были, чтобы на маркер ориентироваться. И вот он маркер. То есть вот начиная отсюда я провязала полностью перед. Вяжется очень быстро. Полностью перед провязался у меня. И я до конца извязала второй моток. И вот так вот выглядит у меня сейчас спинка на такой стадии. Я в основном двигала этот процесс, потому что он мне очень нравится. Тактильно он очень приятный. Но скажу вам такой момент, что если у вас очень сильно потеют руки при вязании, вам не понравится вязать из этой пряжи. Потому что при попадании на нее воды, ну не воды, так сказать, а влажность какая-то, если появляется, то она по спицам начинает так скрипуче двигаться. Ну как и двигается весь акрил. И поэтому у меня только руки начинают потеть, я сразу откладываю это вязание и беру что-то другое. Ну и вот на такой стадии еще раз вам покажу. Очень красивый цвет. Он такой как... Я даже не знаю, как его назвать. Он как куркума, наверное. Либо как тыковка такая очень светленькая. Мандаринка можно ее назвать. Я сейчас все мандаринкой называю, потому что у меня новогоднее такое настроение. Хоть и цвет такой достаточно осенний, но именно вот эта вот пушистость и мягкость этого изделия придают ему какой-то такой новогодний, зимний вид. И я возьму это изделие обязательно с собой, когда поеду домой завтра. И хочу его закончить там. То есть я возьму два моточка, которые у меня остались. И у меня теперь не закрадывается сомнение, что мне не хватит. Я на секундочку даже решила себя перебороть. И хотела заказать еще один моточек на всякий случай, пока их три в наличии еще на сайте есть. Но решила не заказывать. И если мне не хватит вдруг, когда я отвяжу все, то я просто возьму и дозакажу. То есть проблем, я думаю, с этим цветом не возникнет. Не думаю, что кто-то резко сейчас зимой накинется на вот такой вот цвет. Тем более цвет такой достаточно необычный, нестандартный для многих. Насколько я знаю, мало кто вяжет себе изделия какие-то из подобных цветов, либо только добавляет какие-то полосы. Поэтому я не думаю, что этот цвет пропадет из продажи. Я просто посмотрю. И если мне хватит четырех мотков, я буду рада как слон. Но складывается впечатление, и я уже даже буду уверена, что она хорошо потянется в длину. То есть если я ее постираю, но не если я ее постираю, и повешу сушиться на вешалку, она у меня потянется, и получится изделие того размера, которого я хочу. То есть я бы хотела подлиннее, но из-за того, что у меня ограниченное количество пряжи, я вяжу немножечко покороче. Там сантиметров, думаю, на пять я делаю короче. Но поширенее все отлично. И последний процесс, который у меня двигался на этой неделе, и продвинулся он не очень много, но продвинулся. И вы по маркеру сейчас поймете, насколько. Это вяжется шарф из твида текла. У меня тут красивый носочек-маркер висит. Вяжется двойным рисом, но вам это как-то плоховато, думаю, будет видно. Выглядят, конечно, петли ужасно, но мне очень нравится фактурность этого двойного риса. Пряжу вязать достаточно тяжело, потому что она прям сильно дубовая, то есть у нее пропитка сильная. Но я возьму этот процесс с собой и, так сказать, заставлю себя его вязать, потому что когда у меня закончится вязание вот этого джембера, который я показывала вам до этого, и когда у меня закончатся все носки, я пойму, что вязать мне больше нечего, а вязать хочется. И я активно начну двигать этот процесс. Я себя, так сказать, обману и заставлю его двигать. Хоть и немножечко палец натирает эта пряжа, но пряжа мне очень нравится, как она выглядит после стирки, поэтому эту идею я точно не оставлю. Я еще не извязала даже первый моточек, но вот таблеточка такая небольшая уже осталась. Я думаю, тут граммов 20. И я, кстати, еще буду думать о том, как соединять красиво между собой эти моточки. Сам твит, он состоит из трех нитей. И я, скорее всего, буду, когда прятать кончики, буду разделять на три нити и каждую нить отдельно заправлять, чтобы с двух сторон шарфа это выглядело красиво и презентабельно. Так что, надеюсь, я довяжу этот шарф. Мне его прям надо добить. Вяжу я, кстати, на китайских спицах, которые заказывала набором. Кто-то спрашивал у меня мое мнение о них. Я обещала вам рассказать как раз-таки. И они мне очень нравятся. То есть, их надо немножечко ими повязать, так сказать, их отполировать пряжей. И все идет отлично. Стыки мне нравятся. На леске 80 сантиметров ими очень удобно работать. Очень остренькие такие кончики классные. На спицах номера пока у меня не стираются. Спицы удобно лежат в руках. И все в них отлично. За свою стоимость меньше 100 рублей за пару. А я заказала набор из 12 или 14 пар. Там даже есть четвертинки. Типа 2,25, 2,75, 3,25, 3,75. То есть, то, что в китайских спицах редко встретишь. Поэтому, если вы не видели, я, кстати, вам оставлю тогда подсказочку на влог. И вы можете посмотреть. Я там оставляла ссылку на эти спицы. И, возможно, еще по скидке их можно заказать. Это не реклама именно продавца на Алиэкспрессе, как вы можете подумать. Это мое мнение. Потому что эти спицы я очень долго ждала, чтобы как раз-таки вам их показать. Так как у меня нет полноценного набора. Ну, а теперь можно сказать, что он есть. И на этом у меня все. То есть, я вам показала все свои продвижения. Другие какие-то, если я вам рассказывала процессы и не показала в этом видео, значит, они у меня не двигались от слова совсем. Носки, я вам говорила, что они у меня будут присутствовать в этом месяце. Возможно, их будет много. Носки из Sox Camel, они вообще не должны были присутствовать в этом месяце. Но меня цвет покорил. И я прям захотела побыстрее их начать вязать, чтобы посмотреть, как ложится в мотке. Пряжа не в мотке, а в носке. И я надеюсь, что, возможно, к концу вязания второго носочка я в них влюблюсь. Но если любви не случится, то посмотрим, куда их можно будет пристроить. Возможно, это будет отличным подарком для кого-либо. А если вам понравилось это видео, переходите на видео других девочек, которые участвуют в этом совместном проекте. Я вам оставлю хэштег, по которому вы можете переходить. Также хэштег будет указан в названии. Вы можете на него кликнуть и перейти и посмотреть видео других девочек, которые участвуют в этом совместном проекте. И пожелать им удачи в осуществлении их процессов. А с вами была я, Даша. Мне было очень приятно вам показать свои какие-то продвижения. Так сказать, с вами поболтать немножко. А я побежала дальше вязать. Желаю вам ровных петелек, отличного продвижения ваших процессов, чтобы вы все успели до Нового года. Увидимся с вами ровно через неделю в таком же видео, в отчете номер 2. Всем желаю удачи и всем пока-пока!